В прошлой неделе мы начали чуть-чуть разбирать тему второго храма. Мы начали тему о том великом Доме Творца, где каждый человек, который приходил, видел невероятно большие чудеса. Место, где было большое управление присутствия Творца. Где все глаза всего человечества смотрел и до сегодняшнего дня Иерусалим и храмовая гора, но стоит в центре всех и всего, где все глаза именно идут к этому святому на месту. И мы начали чуть-чуть затронуть о этом разнице, которое было между первым и вторым храмом, где произошло против всех чудо Хануки. И начали чуть-чуть понять то, что разница, которая была между первым и вторым храмом, это было пророчество. Пророчество. Мы рассказали, перевели к Емору, который приводит то, что сорок лет спустя, после того, как еврейский народ построил второй храм, уже умерли последние пророки. И с этого момента не было уже пророчества в Крале Исраиле. Поскольку не было пророчества, то, что они использовали, скажем так, связь или коммуникация, которая была между Творцом, между высокими духовными мирами и нами, людьми, это было Баткор, так называемый Баткор, голос с небес. И мы сказали, мы сказали то, что это же время было, как наши мудрецы уже пишут, это было то же самое время, как Александр Македонский пришел во власти. С уходом пророчества приходит тоже Александр Македонский и начинает свое королевство распространять, и начинает захвачивать мир и так далее, и так далее. Конечно же, как мы все знаем, захвачивание Александра Македонского, это отличается от других королевств, от других королей, но это было одновременно. Сегодня с Божьей помощью мы хотим понять, чуть-чуть зайти в глубине, что действительно произошло во время Александра Македонского. Мы уже начали в прошлой неделе говорить о чудесах и так далее, о величии храма, всех вещей, но затронуть чуть-чуть эту тему во время Александра Македонского, где начался весь, как бы, все большие движения, которые мы до сегодняшнего дня, вся Европа и Америка, и весь, как бы, эта система, которая сегодняшний день, как бы, работает, все идет на самом деле от философии, которую Александр Македонский хотел распространять в то время, и которую потом от греков переняли, это римляне, и, в принципе, сегодня это уже римские предприятия правления, и, так и уже сказали однократно, то, что наш галют, это есть, в принципе, наше изгнание, это есть уже римский галют, но, корень всего, на самом деле, они взяли это все у Александра Македонского, который был отцом, который был начало всего этого движения. Как мы знаем, Александр Македонский, вся, все из его, в принципе, философия, на что, как бы, он хотел, то, что он хотел, в принципе, распространять, это все было от его учителя Аристотеля. Аристотель, это был, в принципе, есть отцом всей науки, который до сегодняшнего дня весь человеческий, в принципе, учит. То это будет математика, то это будет геометрия, все абсолютно вещи, которые связаны с этим миром, нету практически ни одного, как бы, течения, где мудрость Аристотеля, и уже не говоря о философии Аристотеля, который до сегодняшнего дня мир не изучает, и технология, и наука не основана, в принципе, на Аристотеля, и на всех его, как бы, великих, как бы, вещей, которые он привез в этом мире. Мы же упомянули в прошлых неделях то, что Аристотель, наши мудрецы, выражаются, выражают, говорят, Грамбом, допустим, пишет о нем, то, что он был чуть-чуть до уровня пророчества, значит, он достиг пика разума, который человек может иметь вообще, человеческий разум, который человек может противопойти. Но все-таки, дорогие друзья, мы видим то, что римлянов, и, извините, греков, и Аристотель, и так далее, и Александр Македонский, все везде, как бы, называем их, как что, как изгнание. Эта наука, или это продвижение, которое хотел Александр Македонский, как бы, распространять, на что было основано, на философов, это было для всего еврейского народа изгнание. Они хотели распространять свою философию не только на мир и оставить евреев просто в покое, потому что они знали, что это большим противоречие их всей философии, но хотели именно прийти и пойти, и поменять, и повлиять на еврейский народ, через их философию, через их науку. И тогда именно произошло все это чудо с Хануки, и намного-намного дольше, когда произошло это чудо, в принципе, с Хануки, эта, в принципе, история началась с Александром Македонским, которым мы с Божьей помощью сегодня, именно, хотим тщательно это разбирать, но идея была в этом, то, что их власть, которая пришла в Израиле, это не было просто так, то, что пришли, вот мы захватили вас, это была война идеологии, война идеологии, то, что кто будет принимать на самом деле эту философию, которую Аристотель сносит с собой и так далее. Значит, мудрецы описывают всех четырех изгнаний, которые у нас есть, то, что они все были, в принципе, уже закодированы, уже в Торе, в начале творения этого мира. В начале сотворения этого мира, когда Торец сотворяет этот мир, там написано, что Бережит Бараллоким, это Шамай Ветарес, в начале творения неба и земли. Тоу, это бездна, это ничего, говорят наши мудрецы, это вавилонские изгнания. Богу, это тоже своеобразная пустота, смешанство и так далее, Богу, непорядок, это было во время персийского изгнания, это было во время Пурима. Темнота, говорят наши мудрецы, это греческие изгнания. Над вселенной, Теом, это на самом деле не вселенная, а это над глубиной, Теом, это дыра, которая не заканчивается. Дыра, которая глубокая, абсолютно просветная, дыра, которой нету конца, это называется Теом. Да? И была темнота над над дырой, над сплошностью, как бы, над пространством. И наши мудрецы говорят то, что Хошех, темнота, это есть изгнание греческое. Которое, как которое выражается, Ал Пене Теом, над ликой, над лицом, Теом, над этой глубиной, именно дырой, которая не заканчивается, вот эта глубинная дыра, это есть римские изгнания, которое, оно глубокое и бесконечное, так как вот эта дыра. Как мы уже знаем, до сегодняшнего дня самое же изгнание, которое еврейский народ переживает сегодня, и всех остальных изгнаний, которые у нас было в течение всей истории, это есть римские изгнания. Бесконечно, но не заканчивается. Две тысячи лет. Сколько лет мы были в Персии и в Вавилоне, все вместе было 70 лет. Две изгнания в одном 70 лет. Греческое изгнание тоже было, но оно закончилось? Или оно частично как бы продолжается, тоже в римском? Но очень интересно то, что наши мудрецы выражаются, говорят то, что здесь закодировано, в принципе, все четыре изгнания, которые будут у еврейского народа, уже в начале, как Тора пишет, о сотворении мира. Значит, в начале уже творения, уже должно быть эти четыре изгнания. Уже изначально есть это все. Теперь, очень интересно, как выражают наши мудрецы, то, что хошех, это есть темнота, это есть греки. Нужно понять, в чем был хошех, в чем была темнота, в принципе, у греков. В чем была, в чем проблема этой философии. Что вы поняли, на очень практическом уровне, дорогие друзья, это все университет, вся наука сегодняшнего дня, это все основано на все это, я еще раз хочу повторить, и мы мудрецы говорят, это все темнота. Темнота, который, который как лицо для вот этой безгноты, бесконечности, бесконечной дыры. Значит, римская империя, которая есть бесконечная дыра, которая не заканчивается, его лицо, что? Это есть греки. Там нету ничего, нету ничего, там нечего ощущать. Это есть римляне, которые, с божьей помощью, может быть, не сегодня, а на следующем уроке, может быть, как-то это затронем. Но вкратце, идея такая, понятна на всем, то, что все то, что греки, все то, что римляне нам до сегодняшнего не продают, и то, что они себе именно показывают, на самом деле, в глубине всего, это все пустота. Пустота. В сегодняшний день мы уже посмотреть на столько многих вещей, все то, что рим показывал и доказывал, что это есть ценность определенной, семья, есть государство, есть политика, есть университет, есть здоровье человека. Все эти идеологии, все эти высокие мерки, высокие вещи, которые именно показываются, все один за другим рушится и показывается настоящий лицо всех этих вещей. Взятки. нечестности. Уже показывается настоящий лицо всех вещей. Мы видим, что ребята, это то, что вы продаливали нам веками, столетиями. Потому что наши мудрецы уже знали, уже от Торы, что там есть. Ром, это что? Пустота, там ничего нет. Но он должен брать какое-то лицо себе. Так какое лицо он себе принимает? Его лицо, это есть тот начало всего, то, что он берет себе от греков. Это философия, это красота, смотри, я красивый, у меня все есть. Это не основано все на что? Мое лицо, это Греция, это философия, это наука, это продвижение. Но внутри, внутри, когда посмотришь, безната, пустота, там ничего абсолютно нет. Безната, пустота, абсолютно ничего не существует там. И это начало вообще всего, которое мы с Божьимомжем хотим понять, как, в чем была вообще там проблема, что там вообще там происходило. Но вообще, до того, как мы посмотрим, понять, что это изгнание, которое мы сейчас собираем именно понять, Ханука, история всего и так далее, и то, что евреи выиграли над римлянами, это не было то, что евреи были сильными и так далее. Дорогие друзья, евреи были настолько малочисленные и настолько слабые, выигрывать от такой могущественной армии, это абсолютно никаким логическим образом невозможно объяснить. Нет ни одного логики, которую можно здесь именно понять. Это все было по шой помощи сято дешмяя Творца. К сожалению, сегодняшний день маккобейцев, маккобей, они взяли, еврейские, евреи взяли, это не абсолютно связано с Торой, они взяли, о, маккобей, это что, это символ нашей силы, то, что мы берем это силу. Дорогие друзья, маккобейцы, это силы, показывание силы Творца, но не то, что мы были мускулисты, то, что мы выиграли, а маккобей мы будем называть спорт. Маккобейцы боролись против спорта, а мы сегодняшний день берем спорт, как идеология, маккобейцы они были этого. Мы представляем тебе настолько это все полностью абсолютно неправильно, настолько это против всего. Но все это, то, что было маккобейцы, и все то, что они выиграли, и сейчас посмотрим тоже Александра Магедонского, и Шимона Цадык, и так далее, все это было изгнание, дорогие друзья, темнота. Темнота. Ничего не видно. Это есть тот определение, который греческий изгнание привез еврейском народе. И это было один из самых тяжелых моментов еврейского народа. Мы сейчас как посмотрим это, как мы уже намекнули уже в прошлом уроке то, что из всех от всех изгнаний мы были в нашей стране. Мы сами привезли именно это изгнание на себя. Но сам пришел к нам. Представляем, не то, что мы ушли в изгнании, он пришел здесь, мы были здесь, мы. Здесь было изгнание в нашей стране, находясь в Израиле, Бетамикдаш, храм и все. Там было это все изгнание. Это была темнота. Это была темнота. И нужно понять, с Божьей помощью, в чем идея, что тут заключается. Но с Божьей помощью, лят, лят, с Божьей помощью, мы постараемся это все объяснить, с Божьей помощью. Теперь. До того, как мы зайдем в истории Хануки и так далее, мы хотели бы затронуть один фундаментальный момент, который связан с Александром Македонским. И то время, когда был Александром Македонским, что там произошло, происходило в еврейском народе. Александр Македонский, с одной стороны, в Македонии начинает именно свое войство, свое королевство и так далее. Это же то время, тогда, когда начинается вся философия, все этот как бы наука и так далее. И ко всему этому не должны забывать, то, что в принципе вся наука, которая основана на отрицание Творца. Это известное выражение, которое говорил Аристотелис, что все то, что я не вижу, оно не существует. Все то, что я не могу понять, это не сегодняшний день, который мы понимаем, что это абсолютно ненормальное какое-то выражение. Почему? Потому что куча вещей, которые мы не видим, и оно существует. Малеку никто не видит, но оно существует. Наш мозг мы не видим, но мы знаем, что оно есть. Какая-то шутка была. Учитель сказал в школе, «Ребят, все то, что вы не видите, это не существует». Стал Моше на уроке, говорит, учитель, «У вас нет мозгов». Говорит, «Что вы говорите?» «Хуцпа». Говорит, вы говорите, вы видите ваш мозг?» «Нет». «Значит, он не существует, что у вас нет мозгов». Известная шутка, которую говорят евреи. Но понятно на всем, что это есть вещи, которые мы не видим, и оно как бы выдает то, что оно есть. Но один из фундаментальных проблем был, это конечно же отрицание Творца самого. Но в этом тоже как бы нужно как бы свое объяснение в чем было и так далее. Теперь, мы хотим чуть-чуть отвести фокус одновременно, где делает Александр Магедонский поднимается, что происходит одновременно в Израиле. В Израиле, дорогие друзья, строительство второго храма, как мы уже сказали, 40 лет после строительства храма. еврейском народе есть чрезмерно большое время. Кроме того, что у нас есть второй храм, еврейский народ удостоился в это время иметь уникальнейшее время, которое никогда не было в еврейском народе. А именно, я не говорю о величии этих вещей, ну как во время Шрама Мелеха было намного больше и так далее, но один уникальный момент, который никогда не повторялся от такого, а именно то, что у нас было 120 величайшихся мудрецов, которые были в еврейском суде, которые назывались Аншей Кнесет Агдола. В Аншей Кнесет Агдола, дорогие друзья, ходили такие люди, так великие люди, как Зару Вавель, Шрая, Мурдыхай, которые мы знаем от истории Пурима. В Ашекнеце Агдола, мужа великого собрания, на русском это называется, в мужа великом собрании были несколько пророков. Это было Хагай, Зехария, Малахи, Нехемия. Эти пророки, которые были последними на пророки, которые мы уже сказали в прошлой неделе, последние пророки, они еще принадлежали к Аншей Кнесет Агдола. Мудрецы говорят в действительности, почему мы называем их мужей великого собрания. Аншей Кнесет Агдола великого именно собрания. В чем была особенность в том, что мы называем Аншей Кнесет Агдола? Почему у них такое особенное название? В чем величие их? Гамерам Асахет Йома опять-таки описывает и говорит в следующий момент, в чем была особенность этих людей. И мы сейчас посмотрим, каких великих вещей Аншей Кнесет Агдола делали для всего еврейского народа. Говорит Гамера следующая вещь. Почему она называется Ашек Несет Агдола? Потому что Шейх Зиру Атара Леваш на. Они вернули тот Атара это красоту, величие, тот величие, которое было в еврейского народа, они возвратили обратно. О чем идет речь? Объясняет Гамера то, что Моширабейну сейчас понимаем, что с родительства это было 400, это было около 700, это было около 1000 лет до них, да? Это было от дарвания Торы до ошибок, Лай, до этого времени это было приблизительно тысячи лет. Мне кажется, 400 с чем-то это было еще плюс-минус было около тысячи лет было если не ошибаюсь, да? Мне кажется, около тысячи лет назад Моширабейну во время дарвания Торы, когда он дал нам Тору и сказал, что Моширабейну сказал Творец ты есть великий, Гадоль великий, гибор могущественный, нора страшный, невозможный тебе это делать. Пришел Ермьян Ави, который был намного позже, Виамар и сказал но приходят неевреи и смотри, как они что происходит с храмом, как они ведут себя в храме, где же страшность, где же страх Творца, значит страх Творца ушло, ломар нора, значит Ермьян Ави уже пришел во время разрушения храма и сказал что нету страха здесь, нету страха и он уже не упомянул великий, могущественный и страшный он сказал великий могущественный значит не проявляется это проявление Творца которое называется нора страшность в этом мире пришел и говорит Даниэль это уже разрушение храма это же когда еврейский народ находится уже в Вавилоне первое изгнание сказал Даниэль но храм мечта об дим вебанах не евреи они владеют над сыновьями Творца где же величие его что как же можно понять где же величие Творца нету проявления величия Творца и он не сказал Гибор значит что оставил только великий Гадор Гибор вянора Даниэль уже не говорил пришли ашек меситак дола уже начало второго храма ату ингу пришли они вямру сказали атерабы наоборот зо хи нора отав гибор то зо хи гибор гибор то ше ковеш титсро шенотен архапай на решаим пришли ашек меситак дола и сказали наоборот вы говорите Даниэль и Ермия говорите где же как же Гои они сейчас властуют над битам мекдаш они разрушили как они властуют над еврейским народом говорят наше ханес так дола наоборот все все наоборот как же где же есть его величие величие есть в том то что его мощь в чем его мощь в чем то что он держит ярость свой над решаим над злодеями значит творец что делает ярость над им в этом появляется получать его мощь то что в принципе мирошаим злодеем полагается сейчас же наказание а что держит где мы видим величие творца где мощь его что он настолько сильный как миперкиовод говорится кто есть могущественный тот кто может держать себе кто держит себе чтобы не было человеком и творцом но аналогично мы видим что творец где его мощь мощь есть в этом то что не дает сразу же наказание злодеям это сказано еще князь Агдула а где же страшность где же страшность творца страх что сказал Даниэль все народы они властвуют над еврейским народом где же его страшность творца где страх перед него нора это страх говорит если бы не страх перед творцом если бы не было бы нора вот это проявление творца как нора в этом мире как мог бы жить один народ среди сколько врагов как может жить дорогие друзья как может быть среди сток народов как они вообще выжили и что они делали дорогие друзья возвратили и сказали так как мы сегодняшний день читаем в нашем шмонесре хакер хакер хакадор хакебор вега нора значит где проявление творца где мы видим у нас нету храма ашем у нас нету где другие народы властвуют над нами именно там есть проявление нора если бы не рука творца здесь в нашем мире особенно мы здесь проживая в германии настолько это явно видим как мы евреи можем жить здесь после того что произошло что здесь если это не проявление руки творца здесь как мы можем жить здесь это же нелогично народы которые уничтожают нас хотят чтобы у нас не было мы до сих пор здесь если бы не рука творца если бы не нора а творца сказали как бы вообще один народ и такой народ мог бы выжить среди столько народов и это было величие они вернули все то что Даниэль и Ирмия сказали у него нет проявления нет проявления что есть проявление через какие пути творец сейчас здесь управляет то что этот народ до сегодняшнего день живет разве это не величие разве это не это это была причина почему наши мудрецы так почему Ашек Мяс Дагдула назывались Ашек Мяс Дагдула мужи великого собрания потому потому что из-за того что мужа великого собрания они видели то что пророчество уже уходит и они были последними пророками в их время дорогие друзья они делали очень много постановления для того чтобы сохранилась Тора в своем полноценности чтобы люди не приходили и не ломали границы Торы и очень много заповедей которые ограничены и законов из мудрецов которые до сегодняшнего дня уносялись это пришло от Ашек Настаг Дула и наши мудрецы неоднократно в разных местах выражаются то что благословление и Авдала и Кидуш утром допустим они были те которые постановили это все и кроме этого много 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 постановлений которые мы знаем что это было одни что книгу Ехискел Триасар Даниэль Мигелят Эстер они записали они пришли и захотели чтобы Тору сохранить в их полноценности в их насилии в их насилии но кроме того что они делали чрезмерно много усилий для того еврейском народе оставался с Тора в своем полноценности как оно есть и они постановили много постановления ограничения для Торы и заповедей и проход и благословений и молитвы так как оно выглядит сегодняшний день тот шмон Эстера и тот шахрит Минхарви в том форме которую мы знаем они были те которые так именно сформулировали так именно поставили да это все идет в детальности как это было все что наши братцы уже на самом деле постановили и что они забавили это другая тема но тот форма которая у нас есть это была именно от них теперь кроме всех этих великих вещей дорогие друзья рассказывает Кемара нам удивительную удивительную историю который произошло во время второго храма с Ашекной Стагдула и это дает нам чуть-чуть дверь и ключ понятия во всем чуде именно Хануки и для меня лично я вам откровенно скажу когда я первый раз это увидел для меня это был ответ на многочисленные вопросы которые у меня было в Торе эта вещь объясняет очень много вещей которые может быть мы столкнулись в Торе в Танахе в мудрецах наших это объясняет тот реальность в которой мы сегодняшний день тоже живем и все ставить именно на своем и на месте посмотрим как выглядела именно реальность во время начала второго храма и что эти мужи великого собрания что они делали в это время кроме этих всех великих вещей которые мы уже упомянули написано так то что и начали плакать и молиться перед Творцом большим голосом объясняет гемора о чем идет речь то что кто плакал Творцу и кто молился перед Творцом настолько насильно говорится так то что они говорили ой-ой они они были в было грустно и было больно смотреть на что то что то причина из-за чего был разрушен первый храм он опять начинает проходить к еврейскому народу и опять начинает соблазнять еврейский народ тот вещь который разрушал наш храм и убил всех цадыки и всех евреев умерли эта причина опять возвращается еврейском народе во время начала второго храма что это именно это страз кого-то заре идолпоконству страз идолпоконству начале второго храма выделили наши мудрецы мужа великого собрания то что он опять возвращается в народе он опять и опять и есть люди начинают опять делать идолпоконство и это была та причина почему был разрушен первый храм столько страшных вещей произошло он опять есть ой веков сказали наши мудрецы что будет опять этот этот и царара и сказали мудрецы то что зачем тварец дал нам и царару вообще зачем нужно было вообще и царару разве вся причина почему творец дает нам и царару это для того чтобы человек выдержал свою царару и за это получал награду человек выдерживает свою царару и может побеждать свою царару за это человек получает награду сказали мудрецы лои гу баина вело акра баина нам не нужно ни заслуга ни и царара ни его заслуга мы не хотим почему потому что если народ не выдерживает этого всего зачем и царара если если был бы такой возможно что народ выдерживает и так далее они в силе они в этом понятно чтобы человек должен выдержать потому что если ты не мог бы выдержать и человек дай бог дал бы ему и творец дал бы ему такое цараре которое он не в состоянии то в чем испытание это уже не испытание это уже человек обязан делать этих вещей он без выходной ситуации но мы знаем что правление творца это не так правление творца так то он дает силы против того и царары который есть у человека значит человек не выдерживает сказали больших нестагдулан то нам не нужно ни и царара ни застукание это уже не это что они делали дорогие друзья написано написано то что спустился с неба записка когда объясняет Бен Ишхай то что это было конечно же это духовная вещь которая была с духовных миров и когда он спустился в нашем материальном мире он получил материальную именно форму и в этом списке в этом маленьком как бы написке было написано Эмет истина истина значит другими словами мудрецы великого собрания они поняли то что ихняя задумка ихние желания ихне все это было принято Аташема и творец согласен с этим а сюда говорит Гамара мы видим то что 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 печать творца это что это Эмет истина значит точно так же как приходит человек в суд и так далее дает ему последним на решение дает ему на последних решениях что решает это Хотам это уже все точно так же творец сказал да это есть вы правы вы правы Эмет Эмет и когда мудрецы это поняли то что желание творца действительно так есть так что они делали они постились три дня постились три дня и три ночи и после как они постились три дня и ночи мудрецы они видели следующие видения в этом после того как они постились три дня и ночи и молитвы и пост и так далее они видят как выходит из Кодеш Кодашим из Бетамикдаша из самого святого места как выходит огненный лев Омар Леу на вилле Исраэль что это огненный лев сказал пророк еврейскому народу хаинду яцра да водозара вот это есть яцерара а водозары вот это есть яцерара а водозары и сразу же как они увидели что это яцерара водозары что они делали они начали поймать его тапсу и из него упала одна волосинка и начал он кричать этот огненный лев начал кричать и был голос в Азалкалья и ушел его голос от Арбамия Парсей ушел как весь Эрот Исраэль его голос ходил как весь Эрот Исраэль мудрецы они спросили у пророка то что что нам делать может быть он сейчас будет просить у Ашема Рахами представляем себе желание отворца есть и все есть но чего они боятся они говорят что он может будет молиться сейчас Ашема Ашем услышит его опять таки здесь какое величие молитвы говорят что может быть он сейчас будет молиться он будет просить Ашема что Рахами и Ашем услышит опять зайдет обратно Миншмайя Амарлиуна не 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 что вы делаете вам нужно сейчас поставить этого огненного льва вам нужно поставить его в свинец в котел извините в котел который полный от свинца закрыть его тоже свинцом потому что свинец это вещь которая останавливает голос который останавливает голос и таким образом вы можете успокоить его вы можете успокоить его да сказали мудрецы поскольку это желание время то есть желание время не вурахм исраты авера может быть мы можем попросить уаше чтобы убрал то же что что он убрал то же соблазг к разврату да получается творец сейчас убрал что соблазг к ецараре к водазаре его нету сейчас ну давай попросим то же что к разврату то же чтобы ушел это все и они попросили и что произошло и творец действительно дал им дал им возможность тоже чтобы к страсть к разврату тоже ушло мудрецы они увидели после этого чтобы во всем Иерсисраиле в течение трех дней не было свежего яйца они хотели то что даже курица уже не идет петух уже не идет к курице ничего не размножается нету страсти к другому полу так они сказали что нам делать если мы убрем его это конец всего света не будет размножения даже если курица даже петух не идет уже курице то тем более люди все конец уже всему человечество уничтожится калья убрал наполовину мы не можем этого почему потому что не дается а только полноценность полноценная просьба что они делали они его глаза заслепили его глаза что это значит что заслепили глаза и царали к разврату то что у человека нету страсти к своим близким родственникам так как маме так как сестре дочке и так далее значит остальные именно страсти которые замужные женщины женщины которые не да которые там вруз ввода что оно есть но частично они смогли что делать уничтожать эту цару то что нет уже страсти к близким родственникам это гемора дорогие друзья дает нам абсолютно шокированную абсолютно вещь значит есть рара которые мы все время слышим в талмуде в геморе а вот азара азара они пощадяли а вот азару и так далее у нас вообще нету этого страсти что осталось от этой страсти так объясняем наши мудрецы тот волосинка которая упала из этого огненного льва и это тот маленький царара который есть в каждом из нас но представляем себе это всего лишь волосинка волосинка и это на что говорят мудрецы то что когда придет Машия тогда ставлю Рашаим Цадыким и Рашаим они встанут и оба будут плакать и они один скажут что ой Рашаим скажут будут плакать это же было как волосинка было для меня я не смог его победить а Цадыким они скажут это была так как большая гора как я мог на самом деле его победить волосинка была начинать здесь маленькие вещи маленькие вещи маленькие вещи это то что осталось у нас представим себе какой царап был страсть к Водозоре где наши мудрецы говорят что если бы поколения наших мудрецов были бы во время поколения к волосинку они мудрецы бы сами побежали к Водозоре они взяли свою одежду поднимали и побежали за Водозоре не важно себе представить этого потому что его нету они помолились они они убрали эту водозору с этого мира, страсти к водозору нет и даже к разврату частично они смогли делать, но остальное есть чтобы было размножение в этом мире. Теперь, эта вещь, дорогие друзья, произошла в то время, когда были ошибки так дула. Вильницкий Гаон говорит нам то, что уничтожение Ецерары я хочу прочитать вам слова Вильницкого Гаона то, что с того момента, когда была уничтожена Ецерара к водозоре одновременно было то же время тогда, когда пророчество ушло с этого мира. Значит, уничтожение Аводозоры параллель к чему? То, что уходит одновременно пророчество с этого мира. Если есть пророчество, это великая сила в этом мире, то же есть что? Тоже должно быть противоречие этого. Всегда в этом мире идет, всегда есть баланс. Если дается большая сила негативам, то же одновременно дается большая сила хорошим силам, позитивным силам. Как в сегодняшний день мы видим, интернет, телефон и так далее это ужасно, если человек неправильно использовать его. Но это может быть чрезмерно большая именно возможность достичь хороших вещей. Но это очень опасно. Очень опасно. Человек, который не умеет сам собой контролировать, может перейти к границе. И, не дай бог, может попасть вообще за одним кликом в гейной гейноми, не знаю куда. Но, если человек уже есть и он пользуется и умеет тебе, он может величайшие вещи делать, изучать сторону, подниматься больше, приближаться больше к Творцу и так далее. Сила используется всегда зелеумаце. Нет такого, что яйцерара больше, чем человек может. Он всегда дается тоже большей силой, чтобы человек может выдержать свою яйцерару. Значит, что было противоречие, скажем так, сила, который хотел ходить против пророчества, когда была эта великая сила в этом мире, то, что человек был в состоянии общаться с Творцом. Была ясность Творца в этом мире, что это было аводозора. Отрицание Творца в этом мире, что есть другие силы. Отрицание в плане не то, что не существует Творца. Отрицание того, что, конечно же, есть божество в этом мире, но другая сила, какой-то гечке, какой-то там камушка, какой-то там другой сила, звезды у них есть силы, этому есть силы. Но ПВД, что есть сила? Конечно же, есть божество в этом мире. Значит, до того, как была уничтожена аводозора с этого мира, не было вопроса, не дай Бог, никому, что кфира, полное отрицание. Даже Нимрод, дорогие друзья, которым мы сказали, Парашад Ноах, Нимрод, который Он знает своего Творца и отрицает его, и что он делает? Идол. Ставит себя идолом. Значит, он говорит, я знаю, что есть Творец, но отрицаю его. Ставит вместе этого, нет, другое божество. Это очень внимательно, это очень хорошо нужно понять. То, что не было такой силы в мире, в реальности невозможно было бы отрицать реальность Творца. Не было такого, невозможно было этого делать. Было что только? Творец? Или ты осознаешь, идешь с Ашемом и так далее, понимаешь, что он есть единственная сила в этом мире? И все, то что есть, это все берется, он есть одно единство? Или же есть противоположное к этому? Да, есть божество, но что-то другое. Есть много богов или там солнце, луна и так далее. И так далее, и так далее. Это была Будазара. Значит, после этого, после того, как уничтожается сила и церарей, уничтожается тоже пророчество святого мира, и мы сейчас возвращаемся опять к тому, что мы начали. Одновременно начинает Александр Македонский в Греции стать на ноги и начинать свое влияние на весь мир. Влияние чего? Влияние отрицания Творца через науку. Заметим очень внимательно. До того, как было пророчество в этом мире, сила Будазара в этом мире, невозможно было привести отрицание в этом мире. Только после того, как отрицание, после того, как пророчество ушло, Александр Македонский в состоянии прийти в этом мире и распространять идеологии своего учителя Аристотеля, который до сегодняшнего дня это есть. Сегодняшний день, если бы вы слышали, что профессора и ученые и так далее говорят, и туда можно посмотреть, и туда можно посмотреть, посмотрим, что куча, на самом деле, великих, как Айнштейн и так далее, куча-куча великих людей, которые вы слышали 100%, что они только говорили, что мы то, что можем понять только понять Творца, что Он дал просто нам здесь. И другие, с другой стороны, великие тоже профессора, в этом же мире, когда человек живет без Бога, без Божия, они говорили, это только мешает нам, не дай Бог. Даже не хочу выразиться, что они говорили, как и кфиру, как и отрицание Творца. Аристотель, это был в начале всего этого, отрицание Творца в этом мире, что есть наука. Все то, что я мог увидеть, это что? Это мерки, померить, это туда-сюда. Это то, что есть. Сейчас к этому попадаю, нужно больше объяснения, и больше нужно понять, о чем идет вообще тут речь. Но начало всего этого, понять то, что одновременно с этим пришла другая сила. Отрицание пришло именно после этого. И нужно к этому свое объяснение. Время себе не позволяет, чтобы зайти еще глубже, и много чего есть, много о чем можно поговорить об этом. Но затронем еще чуть-чуть маленький момент. Раскрою вкратце. 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 они построили на Гар-Герезим, на горе Герезим, Петомикташ, своеобразный как бы храм. Они хотели как-то делать, скажем так, заводить чуть-чуть Александра Македонского, чтобы он пришел и разрушил храм. Разрушил храм. И что они делали? Они пришли Александру Македонскому и сказали, что он поломал, разрушил именно храм. Теперь, эта информация дошла до нашего коинга доля, который был в то время, а именно Шимон Хацадык. Шимон Хацадык, дорогие друзья, это был конец аншейкнесси так доля. Значит, мужем великого собрана, 120 великих мудрецов, которые уничтожали царорусы этого мира, которых были несколько именно пророков и так далее, конец, самый последний, который был, Мишайярея, остатки, которые были от кнездах доля, это был Шимона Хацадык, который был коин годолем в храме. Эта информация прошла до Шимона Хацадыка. Что делал Шимона Хацадык? Шимон праведник. Шимон Хацадык одел одежду коина. Переоделся, взял свою голову на голове, необходимая одежда коина, на своем теле необходимая одежда коина. И из избранных, из богачейшихся, из избранных народа Израиля, он взял с собой и факелы были у них в руках и ходили весь ночь ходили на стороне, откуда приближаться к ходили на встречу именно Александру Магедонскому. Значит, Александр Магедонский идет с одной стороны, прийти именно против на Иерусалим, идут Кутин с другой стороны, напротив этого, идет Александр, идет Шимон Хацадык с избранными, важными людьми от еврейского народа, с авукот, с факелами огня и идет к дороге. После того, как поднялся, говорит, утро, увидел Александр Магедонский сдалека, что там приходят какие-то люди в огне этими факелами и так далее, спросил Александр Магедонский МИХАЛЕЛУ, что они их, что это за люди. Сказали им, ему, то что ЕГУДИМ ШЕМОРДУ БЕХА Эти, говорит, этот народ, это люди, которые прошли против тебя. Вот это именно про тех людей, которые мы тебе говорили. Эти люди, которые пошли против тебя. Поскольку, когда они пришли, три партез, поднялся, говорит, солнце, упакулся по землю. И они пришли именно навстречу друг другу. Они уже приближились намного больше, приближились друг к другу. КЕМ АШЕРАЛИ ШИМОНА ЦАДЫК? Представляем себе, что сейчас происходит. Александр Магедонский, человек, который захватил, который властвовал над всем миром. Да? В те планеты, так написано, в Гермаре Мерселетах Мигеля, ШЕШАЛАТ БЕХОЛА КИПА, во всем, абсолютно, властвовал над всеми, над все, то, что было. Король такой великий, когда он увидел Шимона ЦАДИКА, спустился из своего трона, из своего этого, ВЕЙШТАХАВА ЛЕФАНАФ. Он поклянулся перед Шимона ЦАДИКом. Король великий, Александр Магедонский, идет и поклоняется перед Шимона ЦАДИКом. Амруло сказали ему, МЕЛИХ КАДОЛШЕ КМОТХА? Такой великий король, так как ты, ты поклоняешься перед евреем? Сказали ему, Александр Магедонский, АМАРЛАХЕМ, ДУМУТ ДЮЮКНО ШЕЛЗЕ, МЕНАЦАХАТ ЛЕФАНАЙ БЕБЕТ МИЛХАМТЫ. Александр Магедонский отвечает людям, ДУМУТ ДЮЮКНО, его образ, его лица мне показывается постоянно перед того, как я иду на войну, и я могу из-за этого выигрывать мои войны, которые у меня есть. значит, специально было изначально, изначально значит, МЕТАШЕМ было так, то что специально показывали его сверху лицо Шимона Цадыка во всех войнах, которые делал Александр Македонский, и он говорил, ВАУ, я тебя знаю, ты мне знаком, откуда, от всех войн, которые я выигрываю, потому что, говорит, показывается меня, уже сверху было, там МЕТАШЕМ было, то что показывали, его лицо, давка Шимона Цадыка, что он говорит, из-за тебя, я выигрываю все мои войны. Амар Лахем сказал Александр Македонский Шимону Цадыку и все люди, которые были там, ЛАМА БАТЭМ, почему вы пришли? Амру сказали, отвечает Шимона Цадык Александра Македонского. Замытьте сейчас внимательно, что тут происходит. разговор, и вообще, здесь это история, но он поклоняется перед кем? Перед Шимона Цадыком, кто является Шимона Цадык, и Александр Македонский, который глава всего, то, что сегодняшний день мы знаем. Говорит он Шимона Цадыку, Шимона Цадыка отвечает ему, извините, Эфшар, Байн Шамид Палелим Бо Алеха. Может быть такой, то, что в доме, где молится ради тебя, Александр Македонский, Македонский? И на твое королевство, так как мы знаем, что, говорится, человек, мы обязаны, как евреи, молиться, чтобы в народе было, в этой стране был шалом, был мир. переносились 70 разных жертвопереношения в праздник Суккот, ради 70 разных народов. Это место, где молится ради тебя, Александр Македонский? И может быть такое, то, что в доме, где молится ради тебя и ради твоего королевства? Ты хочешь поломать? И может быть такое, то, что придут, люди, Гои, они будут, ломать... это битамикдаш? Он сказал, Александр Македонский, кто за него? Он сказал, а кто это, или это за люди? Другие говорят, кто я? Они сказали, Кутим за него. Он говорит, Кутим. Группировка говорит других людей, Кутим, которыми уже сказали, построили храм, Хар-Герезим. Хал-Элу-Шеум-Дим-Лефанеха, Амар-Лахем, Хар-Рей-Хем, Мессурим, Би-Ад-Хем. Сказал Александр Македонский, вот эти люди, эти Кутим, я даю вам власть над этими людьми, Би-Ад-Хем, и говорит, Мессурим, и делайте то, что вы хотите, и потом дальше Гемара продолжает рассказывать, что произошло с этими Кутим. Эта история, дорогие друзья, я думаю, настолько фундаментальная история, чтобы понять, что вообще происходит во время этого храма, что вообще происходит с еврейским народом. Вот эта встреча между Александром Македонским и Шимоном Цадыком. Мы начнем сейчас чуть-чуть объяснять, мы не успеем все досконально, потому что я бы хотел это объяснить тщательно, глубоко, чтобы мы поняли очень-очень хорошо, в каком реальности мы сегодняшний день живем, но начнем чуть-чуть открывать секреты, которые тут закодированы. Дорогие друзья, начнем с того, Александр Македонский, он есть, Семен, он есть представитель всей идеологии, всей идеологии и всего то, что есть, весь сегодняшний Римский империя и тогдашний Греческий империя. Вся идеология, он есть лицо всего, он стоит на одной стороне. Значит, он есть отец всего, можно сказать, тот негативной силы, которая борется против нас, против еврейства, против той философии, той идеологии, то всего то, что носит еврейство с собой. Он есть тот, кто хочет распространять силу кфиры в этом мире, не веря в Божию. Тот, кто хочет распространять науку в этом мире, который скрывает Бога в этом мире, который не хочет узнать Бога в этом мире. Он есть представитель всего этого. Дорогие друзья, а кто другой с другой стороны стоит? Шимона Цадык, который есть представитель, не просто физически, то, что он есть самый главный человек в еврейском народе. Шимона Цадык, это есть весь еврейский народ сам собой. Он есть все то, что представляет себе еврейский народ. Он есть все. Дорогие друзья, Александр Македонский поклоняется перед кем? Перед Торой. Поклоняется перед идеологией Торы. Начало всего то, что начался греческая империя, греческая идеология, которой до сегодняшнего дня живет Римская империя, в начале всего этого он уже поклонился перед творцом, перед идеологией Торы. Что это значит? Начнем с этого, как я сказал, и с Божьей помощью мы это хотим еще провожить в следующий раз. Это значит то, то, что Александр Македонский осознавал, что весь его королевство, то, что он у него есть, это только потому, что еврейский народ есть в этом мире, который должен бороться против этого галюта, который он сейчас приводит в этом мире. Александр Македонский всегда видит перед своими глазами, так объясняет Рамоша Шапиру, то, что он видит перед своими глазами кого? Видит Шимона Цадыка. Что это значит, что видит Шимона Цадыка? Мы понимаем, что это простая история, но в этом заключена глубочайшая смысл, то, что он видит Шимона Цадыка. Что это значит, что он видит Шимона Цадыка? Он видит то, что вся причина моего отрицания Творца, говорит Александр Македонский, и весь мой галют, который я должен изгнать, который я должен привести, это все здесь скроется вокруг евреев. Я привожу это здесь только потому, что есть в этом мире, и ваша задача сейчас бороться против этого. И ваша задача что? Все мои присутки. Бытье здесь только из-за вас. И он осознает это, и что это значит? Потому что он поклоняется, он аннулирует, грубо говоря, себя, потому что я весь мой то, что я есть. Это все из-за тебя, Шимона Цадык. Это значит то, что вся реальность этого кфиры и все, и все только дано для того, чтобы создавать для евреевского народа что? Это изгнание. И чтобы в это изгнание сейчас приходит невероятная вещь, дорогие друзья, будьте внимательны, чтобы в этом изгнании проявился еще один глубокий свет Творца. Во все изгнании весь цель этого, чтобы проявился в этом изгнании не просто, чтобы, не дай Бог, еврейскому народу только давать штраф или что такое. В это изгнание было дано, чтобы оттуда вышло какой-то гилюйк фат шамай, который вышел какое-то проявление божественности в этом мире. Еще дополнительный уровень чего-то, который не было до этого. изгнание было дано, как представим себе отец, который дает своему сыну определенную сложность. Почему он дает его сложность? Потому что он хочет проявить его новые силы, которые в него есть, которые еще не было проявлено в этом мире. Это есть смысл всего Галута. Значит, Александр Макадонский, который является отцом и, что вы поняли, это вся история с Ханукой намного позже, но он именно, который главой является, он должен именно прийти и осознавать этот момент именно против Шимона Цадыка, что весь мой реально здесь. для чего? Чтобы на самом деле из-за вас, из-за вас, для того, что вы должны именно проявить это что? Эта божественность, которая должна проявиться именно в этом мире. И мы с Божьей помощью вас большая работа ждет еще спереди в следующих уроках, понять, что новое именно вышло после того, как Невуа, как пророчество ушел с этого мира, что проявился нового, после того, как Шимона Цадык уже был главой еврейского народа и реальность, в которой в сегодняшний день живем, как это берет корень именно во всем этом. Но на сегодня, чтобы мы поняли, то что это есть, скажем так, тот выигрыш, который тогда еврейский народ мог иметь именно над Еваним. Но если переведем на очень простом именно языке, да, чтобы спустить это намного легче, еврейский народ тоже одновременно получает новую абсолютно реальность, которой не было до этого. Еврейский народ, дорогие друзья, в этот момент, когда пророчество уходит с этого мира, спускается сила в этом мире, которая не была до этого вообще раскрыта еврейскому народу. говорится о том, что до времени, когда было пророчество в этом мире, это сила письменной Торы. А время, когда уже ушло пророчество, это была устная Тора, которая проявляется все в разуме человека. Все логические абсолютно мышления. Это логические мышления, это то, что было дано, чтобы проявить божество в этом мире через изучение Торы, и одновременно тоже спускается здесь негативная сила Аристотеля, негативная сила Александра Македонского, который тоже использует свой разум и в силы отрицать именно Творца, и не дает через свой разум не хочет проявить божественность в этом мире. Это вкратце, что мы поняли, к этому нужно большее объяснение об Израсте, мы еще придем к этому, и надеюсь, что это дает большее туэли для людей, мне кажется, это чрезмерно важно понять, что вообще происходит в Ханку, чтобы осознавать и ощущать БМЭТ, к какому великому обществу на празднику мы сейчас вообще с Безратошем приближаемся, и чтобы понять с Безратошем с Божей помощью глубину всех этих вещей, и чтобы это дал больших хизук для нас, для наших семей Аманькени Рацон.